О, хей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал, Мау, гляди, сегодня мы с вами начнем играть в Сабнотику. Я знаю, что многие из вас уже много-много-много раз просили, типа, снимай давай, и сами играли, наверняка на сто раз проходили. Я в этой игре вообще первый раз давным-давно, я помню, я и купил, так лежала она у меня на аккаунте, я все ждал, когда выйдет полная версия. Релиз состоится через несколько дней, но разработчики убедили и уверили, что весь прогресс будет сохранен. Поэтому я сначала-то, ну, не решался, думал, какой смысл играть, чтобы потом в релизе заново все это перепроходить. Оказывается, все будет сохранено, ничто не потеряется. Так что сегодня мы начнем с вами играть. Играю первый раз, ничего об игре вообще не знаю, кроме того, что это выживание и исследование подводных глубин каких-то инопланетных. Вот, ну, по ходу дела, буду разбираться. Поэтому сильно не беситесь в комментариях, если я вдруг что-то тут не знаю на сто процентов, буду разбираться, буду как-то пробовать опыт обретать. Лучше, доброжелательно, просто пишите ваши советы, как лучше здесь играть, как лучше выживать. Какие-то, может быть, у вас уже фишки есть собственные, какие-то наработки, как лучше все делать. Проходите, тем более здесь также еще есть сюжетный режим, который вот меня в первую очередь интересует. Значит, поехали. Играть настройки мы выкрутили почти на максимум. Начать новую игру. Выживание, вот новая игра. Разные, видимо, у нас уровни сложности. Выживание, проблему, кручение на опасной планете, собирайте ресурсы и боритесь с голодом, с жаждой, чтобы выжить. Свободный режим, как выживание, но без голода и жажды. Хардкор или креатив? Креатив меня не интересует. Хардкор меня тоже не интересует, потому что это слишком жестко. Для меня я вообще понятия не имею, что меня здесь ждет. Давайте поиграем выживание. Я так полагаю, это стандартный уровень сложности, средний, скажем так. Вот наш потрясающий космический лайнер, он терпит крушение. Логотип Альтера, наверное, какая-то корпорация Альтера. Очень красивая игра сделана. Много раз я уже видел всяких трейлеров и всяких разных анонсов по сабнотике. И она действительно меня как-то привлекала, но вот не добирались руки. Насчет названия. Как ее вообще называют? Кто во что гораст? И сабнафтика, и сабнаутика, и еще там какие-то, еще там разные придумают. То есть, если мы читаем по-английски, а это название английское, то это название звучит как сабнотика. Сабнотика. Я буду называть ее именно так. Не сабнафтика, не сабнаутика. Я буду называть ее сабнотика, потому что это правильное название. Если вам это не нравится, можете написать создателю английского языка письмо гневное и обматерить его там, как вы, в общем-то, многие умеете. И пожаловаться. Почему такое дурацкое произношение? Вот оно не дурацкое, но просто вот такое, какое есть. Так что все. Ныряем с вами в эту самую планету. Для продолжения нажмите левую клавишу. Нажимаем. Unknown World Entertainment представляет. Покиньте всему персоналу, покиньте корабль. Вот он я, бегу. Бравый Молл. Садись, давай скорее в кресло. Вибрационное. Запуск. Запуск через 3, 2, 1. Пуск! Где пуск? Да, я куда-то улетел. Там какое-то крушение произошло наверху. Видимо, вот этот огромный корабль падал. И я в какой-то спасательной капсуле решил улететь. Ох ты. Тихо, тихо, тихо. Ой, спокойно, спокойно. Огнетушитель. Ай, ай. Тихо. Не надо. Не надо мне тут. Во! Да, я думаю, конечно, таким... Не знаю, что это щиток какой-то металлический. Таким прилетит по балде. Так уж явно мало не покажется. Божечки мои, мы горим. Надо срочно огнетушитель хватать. Быстрее выпусти меня, черного кресла. Ааа! У нас же игра про воду. Почему у нас тут огонь? Так, быстро, хватай. Нажмите F8, чтобы сообщить об ошибках. Зачем мне? Взять огнетушитель. Взяли огнетушитель. Что теперь делать? Правой кнопкой мыши использовать огнетушитель. У-у-у! Е-е-е! Аа, тихо, тихо, тихо. Главное, самому не сгореть. Все, отлично, починили. Так, внимание. Это что такое у нас? Это у нас планшет крутой. Прозрачный. Загрузка в аварийном режиме. Альтера. Альтера! Это как Глейнес у нас был в порту. Вы получили легкую травму головы. Это можно считать оптимальным исходом. Ну, на этом спасибо. Очень благодарен. Данный КПК был перезагружен в аварийном режиме. С одной директивой. Сохранить вам жизнь в инопланетном мире. Все, я понял. Пожалуйста, прочтите подробные советы по выживанию в базе данных. Удачи. Нажмите ТАП, чтобы открыть или закрыть КПК. И вот это наши чертежи у нас здесь есть. Ну, понятно. Типа КРАП, да? Это у нас что? Управление сигналами. Отлично. Это я понял. Управление сигналами. Спасательная капсула. Не знаю, что... Фотоальбом. Это, видимо, то, что мы можем... Что-то делать? Не, вот. Так, это у нас сообщение, да? Где они один? Что мы нажимаем на play? Ничего не происходит. База данных. Вот она. Набор для выживания. Управление жесткого диска. Вашей КПК привел к потере. Примерно 80% сохраненных. Через последнего обороны. Черези могут установлены путем скранирования найденных обломков с помощью вручного сканера или путем загрузки последней базы данных из бортового хранилища в текущие обстоятельства и то, и другое. Вероятнее всего найти среди обломков Авроры. Аврора — это вот этот наш большой корабль, да? Я правильно понимаю? Техническая. Двухместная спасательная капсула. Вот она у нас есть. Функции радиопередатчик. На стены изготовили для изготовления аварийной спасательной санряжения при работе гранитических субстанций для съедобного состояния. Изготовитель аптечек. Вортовой и воздушный тормоз. Плавсредств для спасения суши моря и в космосе. Три энергия ячейки для насолнечной энергии. Аварийные выходы в полу и крыша. Ладно. Статус корабля Аврора. Статус капитальный корабль дальнего действия корпорации Альтера. Миссия установка фазовых врат в рукаве. Ариадный. Время работы три года. Венесуальность защитных костюмов. Это мой, да, видимо? Ладно, начать здесь. Если вы это считаете, значит вы пережили аварийную укладку с корабля капитального класса. А сначала на технологии корпорации Альтера. Поздравляем. Самые тяжелые позади. Я вообще не уверен в этом. Ваш КПК автоматически перезапущен в аргар в аварийном режиме данной операции. Обрезанная система имеет единственную директиву сохранить вам жизнь. Так, это понятно, понятно, понятно. Дальше, советы по выживанию. Вот у нас пошли, да? Казать первую помощь при необходимости. Создать список материалов и препаратов. Распланировать рацион. Исследовать окружающую среду на предмет угроз и ресурсов. Собрать необходимые для выживания оборудования. Осмотреть. Спасальную капсулу на наличие повреждений. При их возможности произойти ремонт. Отправить сигнал от бедствия с помощью портового радиопередачка. Малодельность. Это важная вещь. Боискать других выживших визуально. Или использовать радиопередачек. Восьмое. Найти или построить более долговременное хранилище. Девятое. Поддерживать физическое и психологическое здоровье. До спасения. Которое, не знаю, будет ли, нет. Снаряжение. У нас воздушный насос. Ремонт инструмент. Ручной сканер. Ладно. Это я потом на досуге почитаю более серьезно. Сегодня нам нужно просто немножечко уже... Аквариум-изготовитель. Солнечная панель. Надо немножечко освоиться в игре. Так. Тап мы закрываем. Все. Тап удобно, в принципе. Это у меня огнетушитель, да? Можем вот так попшикать. Да, это не работает. Здесь нам нужен какой-то другой ремонт. Что нам нужно сделать? Какие у меня есть задачи? Попряженное радио использовать ремонтный инструмент. Где его взять, ремонтный инструмент? Давай попробуем использовать скотовитель. Нажмем. Что это такое? Мы можем здесь ресурсы, продовольствие, персональные или размещаемые объекты. Окей. Я это не умею все делать. Закрывайся нафиг. Дальше. Это что у нас такое? Кресло-каталка наше. Кресло-сиделка. Вот это непонятно. Изговорить аптечек. Ясно. Здесь у нас что? Это у нас, видимо, статус. Наши капсулы. Поврежденные. Используйте ремонтный инструмент. Где мне взять ремонтный инструмент? Один, два, три. Это пустые ячейки. У меня есть только огнетушитель. Ладно. У нас выход из спасательной капсулы. Мы можем спрыгнуть вниз. О, ты серьезно? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ой, какая красотища-то. Ха-ха-ха. Красота-то какая. Ляпота. Аврор, получил повреждение корпуса на орбите. Причина неизвестна. Признакам жизни людей не обнаружено. На меня никто, надеюсь, здесь не нападет? С огнетушителем. Ничего. О. Фу-ху-ху-ху. Смотри, я могу. Как джетпак он у меня работает. Фу-ху-ху. Ой, он у меня еще кончается. Ладно, я, наверное, лучше сильно расходовesseю не буду. Ты смотри-ка, я могу залезть наверх. Я могу ходить здесь. Я могу прыгать. Круто, я даже вижу свою тень. Здорово. Давайте осмотримся. О, аврорка вон моя большая. Туда надо плыть, похоже. А может и нет. Сначала бы мне какой-нибудь ремонтный инструмент сделать. Может быть по чертежам я могу его сделать. Давай посмотрим. Чертежи. Вот, аврора получила так, так, так. Это все понятно, это я видел. Вот, чертежи. Значит, комплект проводов, это не то. Огнетушитель, дипломент, труба, обычный кислородный баллон. Вот, ремонтный инструмент мне нужно. Силиконовая. Сканер мне нужен, короче. Батарея, титан. Где это я все достану? Пещерная сера, титан и силиконовая резина. Ножчик тоже нам нужен. Титан, фонарик. В общем, смотри, нам особо никаких не дают указаний, что делать. Я правильно понимаю? Нам нужно искать это все своими силами. Открыть хранилище. В хранилище у меня что есть? Сигнальная ракета. Берем. Это что у нас? Питательный баллончик. Батончик возьмем. Как-то... Ага, вот так можно. И вода у нас здесь. Фильтрованная вода. Ладно, взяли. Дальше. Пошли, наверное, собирать ресурсы. Я правильно понимаю? Мне нужен ремонтный инструмент. Без него я вообще ничего не смогу сделать. Ладно, поплыли, короче, вниз. Будем собирать серу. Серу, титан, еще что-то у нас там было. Как это собирать у нас? Взять кислотный гриб. Да берем, а что нет? Где титан? Титан. Вот это не титан, нет. Это грибы. Не грибы, а какие-то странные подводные штуки. Это что, жилковая крапива? Или что там было? Где мне взять титан? Пошли вот в этот рожок занырнем. Кислород, кстати, у меня кончается. Надо быть осторожным. Уууу! Ха-ха-ха! Я могу сюда заплыть. Гигантские коралловые трубы. Ой! Плывите к поверхности. Я понял, понял, понял. А вот смотри, какая-то хрень плавает. Давай сплаваем к ней. Параллельно можно плыть под воду. Вот, обломок, смотри. Я нашел обломок. Я продвигаюсь. Взять металлолом. Берю. О, так это металлолом. Ты в карман-то положил. Куда ты это дел? Милый. Куда ты это все зафигачил? Класс. Мне очень нравится графика здесь. Она такая не совсем реалистичная, но мультяшная, фантастическая. Прикольно. Это что такое? Разбейте. О! Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо! А, циклоп какой-то на меня напал! Ха-ха-ха! Скорей-скорей-скорей! Плывай-плывай-плывай! Ни хрена себе! Вот это рыбеха! Чего я такого сделал? Наверное, просто я подплыл к ее жилищу. Блин, это же гигантская коралловая труба. Ну нафиг! Она опять сейчас на меня набросится. Я драться не умею. Или к ковроли поплывем? Я что-то вот ресурсов особо пока что не вижу. Вот прям так, знаешь, в изобилии. Наберем металлолом. А это что такое у нас? Тоже металлолом, да? О, тут обломков вообще. Фиговая туча. Можем пособирать. Это что такое? Непонятно, что это такое. О, карго. Груз. Фрагмент гравипушки. Мне все это нужно? Почему я не могу этого взять? Так, кислород, кислород кончается. Скорее, давай, плыви. Да, слэйшоу, слэйшоу. Так, давай, нырнем. Ты смотри-ка, а. Тут вообще прямо много всяких осколков. Но я это все взять не могу никак. Так, видимо, надо с каким-то инструментом сюда приплывать. Ну, или нет. А вон что это за хрень плавает. Столько здесь всяких рыбин вообще, диковинных. Опа. Опачки. Ладно, я не вижу вообще никаких. Вот, я могу так быстро всплывать. Круто. Не вижу никаких серьезных. О, там какая-то рыбина огромная. Ресурсов не вижу. Титана не вижу. Ничего не вижу. Съешьте что-нибудь. О-о-о-о. Водоросли. Ух, какая жесть. Фу. Я вообще терпеть не могу, когда плаваешь где-нибудь в реке. И там водоросли тебя за ноги такие цепляются. Вообще, это очень мерзкое чувство. Я прям вообще не люблю. Это. Ладно, я манал. Я плыву к Авроре. Вот и все. Я на ходу прям могу съесть. Как я могу это съесть? Допустим, вот я могу питательный батончик. Я его съел? Куда я его дел? Может я его выбросил? Я правую кнопку мыши нажал. Ничего не понятно было. Повышение уровня радиации. Ядро Авроры повредилось. И что, мне нельзя, значит, подплывать? Ну-ка. Ну испугай меня, скажи, что нельзя подплывать. Я сейчас подплыву и заражусь радиацией. Солнце садится. Ай, ты смотри, какая здесь планета. А что, здесь луна есть? Ладно, я все равно плыву туда. Зачем-то. Интересно, сигнальную ракету я могу выпустить? Как она выпускает? С правой кнопкой. О, я запустил сигнальную ракету. А что происходит? Почему я болтыхаюсь? Я хочу плыть. Как человек. Я выпустил сигнальную ракету, но ее никто не видит. Что происходит со мной? Видимо, я давлю наверх, а он как-то пытается выплыть. А-а-а, радиация обнаружена! Ладно, я понял. Короче, туда лучше не ссываться. Что я туда поплыл, не знаю. Под водой, смотри, как красиво. Синяя пальма. Рыбешки, привет! Где титан найти? Пластинчатый коралл. Мне явно нужен какой-то инструмент для сбора ресурсов. Медуза! Ой, смотри, что я взял. Пузырь я взял. Инопланетные формы жизни могут иметь неожиданные характеристики и сферы применения. Используя непланетные ресурсы, испытанная стратегия выживания. Я намек понял твой. Ладно. А что я взял, зачем в руку? Зачем я его выбросил? Пузырь! Вернись! Куда он делся? Да, это не пузырь, это голова моего, мои спасательные капсулы. Что я в играх не очень люблю, это когда игра имеет конкретные какие-то задачи. Ну, допустим, квестовая составляющая или сюжетная составляющая. Но при этом не дается конкретных указаний, что нужно делать. То есть там было... Может быть, они где-то сейчас находятся здесь, я просто их не вижу. Но было сказано так. Выживайте! Ищите! Обломки! Там. Найдите способ выжить! И все такое. Что конкретно? Ну, это просто бывает вначале, знаешь, просто, чтобы освоиться, допустим. Давай возьмем кислотных грибов хоть наберем, что ли. А то в море плавал и грибов не насобирал. Деньги на ветер такое ощущение, что выбросил. Ё-моё! Опять циклоп! А-а-а! Убегай, 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 убегай! Он мне прям по заднице надавал. В пещеры, короче, лучше не лазить без гарпуна. Но я потом создам оружие, и я за тобой приду. Подонок. Пузырь! Пузырь! Ты будешь со мной. Все, я пузырь в карман положил. Какой скат классный. Могу я тебя схватить? Мужик, нет. Никто со мной не хочет дружить. Никто со мной не хочет общаться. Так, это я тоже взять не могу. Пока что я могу брать только кислотные грибы. Еще пузырь! А-а-а! Не знаю, зачем я хоть пузырей набрал. Сейчас попробуем их совместить с чем-нибудь. Закинем их в нашу печку, капсулу. Там попробуем что-нибудь из них скрафтить. Может быть, супер пузырь. Калорий! Да, конечно! Я бы с радостью. Вот только чем. А вот, смотри. Я могу... О! Рыбеху, да? Вода. Фильтрованная вода. Ты я что, из пузыря, что ли, создал? Там было показано, что пузырь... А-а-а! Пузырь! Не вегетарианский. Я вегетарианец. Как я не вегетарианскую воду могу пить? Это что у нас здесь? А-а-а! Пузыря пожарили! А-а-а! Гадость. Короче, здесь придется какой-то рыбой адской питаться. Соленая еда. Что такое персональное? Инструмент... О! Инструменты! Сканер, ремонтные инструменты. Где мне найти ресурсы? Ну-ка быстро мне говори. Давай поедим. У меня есть... Ох, грибов я насобирал. Так, ладно. Скушали. Все нормально. Жизненные показатели восстановились. Кислотный гриб. Что мне с ними можно делать? Ресурсы. Основные материалы. Титан. А-а! Металлолом! Вот! Титан делается из металлолома. Все. Догадался. Так, еще давай. Еще давай. Пум. Сколько у нас теперь? У нас теперь есть... Дофига титана! Круто! Круто! Стоп! Давайте пересмотрим еще раз. Эх, уйди отсюда! Тап нажимаем. Так, здесь еще ресурсы, да? Электроника. Основные... Это что? Титановый слиток. Это нужно 10 титанов. Силиконовая резина, стекло, антисептик. Электроника. Медный провод. Батарея! Медная руда и кислотный гриб. Класс! Где взять кислоту? Где взять медную руду? У меня ее нету. Аааа, жесткач. Давайте еще раз посмотрим. Нам для ремонтного инструмента нашего нужно... Строитель. Это что? Это... Воздушный пузырь. Для лимонного инструмента у меня уже силиконовая резина, пещерная серая и титан. Пещерная серая, значит, надо в пещеру, типа, идти, да? Цепь труб можно какую-то еще делать. Я так понимаю, это как в астронер было. Тоже можно было соединять там кислород. Значит, сканер мне нужен. Сканер использует для получения технологических тверждений данных о живых организмах. Это тоже хорошая штука. Нужна батарея. Батарея у нас делается из... серы какой-то там. Ну, поплыли, что ли. Что еще мне остается делать? Пещерная серая. Поехали пещеру искать. Известня. Ох ты. А вот мне и показывают. А-а-а. Вот. И что я сделал? А-а-а. Вылетела хрень какая-то. Медная руда. М-м-м. Оказывается, все эти указатели были прямо подо мной. Мед жизневажный компонент всего электрического оборудования. Вероятность вашего выживания зависит, видимо, от меди. Круто. Все, я понял. Намек. Намек определен. Так, пузырь. Мы с тобой подружились. Я теперь... Пузырей много здесь плавает. Поехали еще медную руду. О-о-о. Понял, 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 понял. Всплываю, всплываю, всплываю. Нормально. Что, поплыли опять? Вот это что за хрень у нас здесь? Грибочки какие-то. Грибочки какие-то. А здесь был у нас металлолом. Стоп. Вот, ящик какой-то. Но мы его взять не можем. Слишком тяжелый. Где еще медь? Как мне ее найти? Я увидел только один выступ был. Больше выступов я не... Вот это медь? О, точно. Точно, точно. Прям даже сразу ты не заметишь. Пузырь на меня своим глазиком смотрит. Очень заинтересовано. Вот обломочки. Короче, я так полагаю, первое время мы будем только заниматься тем, что плавать и собирать ресурсы. В этом будет вся наша игра состоять. Так, выступы. Где? Быстро сюда все метнулись ко мне. Я где-то отколупал кусок меди. И он куда-то улетел. Я остался без всего. Чертов, кислород закончился быстро. А, вот, кусман. А ну, стоять, медь! Ты от меня не уйдешь. Так, быстро всплываем, всплываем, всплываем. А, задыхаюсь! Врешь, не возьмешь. Меня так быстро не убить. Так, я взял медь. Еще давай кусок попробуем сейчас найти где-нибудь. Медный. Вот это что за полипы. А, вот пещера. Здесь полюбас... Аааа! Опять циклоп хренов! Пошел нафиг! А, так он камиказа, он самоубийца! Вот отважный парень, смотри-ка, а! Ради того, чтобы меня наказать, он готов к жизнью пожертвовать, идиот! Ой, у меня что-то здоровье падает. А что оно падает? Это вот циклоп меня так добил? Жестоко. Вот собака. Что у нас здесь? Мы собрали какие-то ресурсы, по-моему, да? Медь, медная руда. Ладно, поплыли. Как мне этот пузырь убрать из руки? Давай, так, так, быстрее, мне кажется, будет забраться. Ээээ, ладно. Так, изготавить... Это что такое? Размещаемый? Ух, размещаемый объект. Это что, водостойкий контейнер, небольшой храниш, который может быть размещено в воде. Да мне зачем это? Пока не нужно. Так, основные материалы. Я до сих пор не могу это сделать. Электроника. Вот батарейку я могу. Или медный провод. Батарею давай сделаем. Сделали. Еще батарею? Давай еще батарею. Синтезирован новый чертеж. Энерго ячейка. Так, давай глянем. Чертежи, чертежи. Энерго ячейка. Где это у меня здесь? Детали базы. В базу можно строить солнечная панель. Лестница. Аквариум. Указатели можно сделать. Я не вижу, где здесь. А, вот новые, да, наверное, здесь? Вот точно, энерго ячейка, смотри-ка. Переносной источник питания с высокой емкостью. Да к черту. Силиконовая резина. Это нам, короче, нужно гроздь семян водорослей. Мне кажется, я видел такие штуки, где зеленые были. Запас калорий пополнить. Слушай, я бы с радостью. Мне просто нечего есть. На самом деле. Опять надо пузырь жарить. Пузырек, прости меня, дорогой. Придется тебя зажарить. Бедняжечка. Пузырек, пузырек. Смотри, сколько у меня. Пять здоровья осталось. Как мне это восполнить? Поспать. На меня еще раз эта хрень нападет. Одноглазые. И мне кобздец. Вот, по-моему, здесь в водорослях были эти семена. Цветные. Я их ночью... Вот это, видишь, гроздь. Похоже? Похоже. Мне кажется, вот из них-то мы как раз сейчас и насобираемся. Резины наделаем. Буду резиновый король. Ну-ка, собирай. Я ее взять не могу. А, нет, могу, могу. Могу. Собирай. А что ты не берешь? Что не берешь? А, опять на меня нападает. Тварь какая-то. Нет, отстань. Ноги отставь мои в покое, пожалуйста. Умоляю. Нет, я же сдохну. Нихрена себе. Вот это да. Вот эта тварь на меня напала. Что, я семян, короче, набрал. Все, нафиг. Поплыли на базу. Мне надо точно поспать. Ничего себе. Вот это, блин, щукоет напал. Не, я к такому не был готов. Циклопа еще ладно. А он драться не умеет, что ли? Лох наш. Водолазик-то. Какой-то хлюпенький, я смотрю. Отпора дать не может. Ничего не может сделать. Резина. Во. Давай. Сейчас я ремонтную штуку сделаю. Я там все отремонтирую, нафиг. Давай еще резину. Все, у меня, по идее, должно быть все теперь готово. Разве нет? Так, так. Батареи нет. Пока что не надо нам энергиейчейку делать. Давай посмотрим. Чертеж, значит. Где он у нас здесь был? Ремонтный инструмент. Пещерная сера нам нужна. А вот мы можем, по идее, батареи сканер мы можем сделать, да? Как мне это сделать? Как сделать, чертеж? Крафт, управление, фотоальбом, голосоверные базы данных. А, как закрафтить? Или не здесь? Или это, опять же, какой-то штуки нужно делать? Вот это, наверное, изготовитель. Персональное снаряжение. Вот инструмент. А, вот инструмент. Нож я могу сделать. Да, давай, сейчас мы быстро циклопа в глаз прям натыкаем ножом. Ха-ха-ха. Все, готовься, засранец. Я иду за тобой. Так, прекрасно. Снаряжение. Аптечка. А, аптечка. Вот же аптечка у меня есть. Точно, изготовитель аптечек. Я взял аптечку. Круто. А она сама, что ли, изготавливает их? Погодь. Ты сама, что ли, их изготавливаешь? Аптечки-то эти. Один процент написано. Точно. Короче, она в автоматическом режиме будет это делать. Но я слишком сильно-то... Надо тоже не расслабляться, потому что... Ножик я взял. Внутушитель нафиг, выбросить его надо. Вот так и все. Сканер у меня какой-то есть зачем-то. Я не знаю, зачем. Короче, нам нужна пещерная сера, насколько я понимаю. Все, поплыли к циклопу. Я его сейчас заколю нафиг. Я ему сейчас отомщу. Где? Ну-ка, кали его. У-ху-ху-ху-ху. Смотри-ка, а. Ты колоть будешь? О, правой кнопкой, да, он колет. Так, повсюю. Я плыву в пещеру. Циклоп, я иду к тебе. Ну, давай, собака, нападай. А-а-а. Яйцо существа. Взял. Осторожно. Продолжающее разрушение. Яда приводит Аврора. Может вызвать квантовый детонос. Чего? Какой? Какая нафиг квантовая? Ты давай меня не пугай. Квантовая детонация. Я тебе дам. Я тут с циклопом борюсь. Ты мне про какую-то квантовую детонацию говоришь. Сейчас, погодь. Мне надо в пещеру сплавать к пацанам. Желковатая. Что это? Кварц берем. Ух ты. Оу-е. Пещерная сера. Прекрасно, прекрасно. Так, вот это на серу не похоже. Нет, короче, сера, она у нас в таких вот цветах. Так, это что за тварь? Нападут, не нападут? Ну-ка, подонки. Войди сюда. О! О! Ой, 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 задыхаюсь. Задыхаюсь, где выход здесь. Скорее плывем. Хе-хе-хе. А-а-а. Три. Запаса ноль. Давай, всплывай скорее, твою, налево. Еле выжил. Ты не можешь на поверхности держаться? Ничего, тебе падать обязательно надо. Все, я вообще опасен теперь. Круто. Я с ножом прям чувствую себя. Металлолом, инвентарь, инвентарь полон у меня. Я еще взять больше ничего не могу. Надо плыть на базу. У меня, в принципе, есть немножечко серы. Одна штука, да? Где база? Вот она, база. Хе-хе. Че так-то забавная игрушка. Выживание и сваливание от опасных тварей. Не знаю, здесь какой-нибудь бластер можно будет сделать? Подводный, гарпун там. Чтоб их расстреливать можно было. Так, значит, в водостойке контейнер. Нет, спасибо. Не инструмент. О, ремонтный инструмент. Есть, детка. Все. Теперь у меня ремонтный инструмент есть. Охрененная штука. Давай сделаем попить. Мне надо попить. Водичка. Фильтрованная вода. Все, попил. Давай еще попьем. Давай еще попьем. Кислотный гриб. Вот, у меня, смотри, куча всяких разных лутов есть. Неизвестное яйцо. Что мне с этим сканером делать? Вот сканер. Сканирование F. Че я сканирую? А зачем себя-то ты сканируешь? Ты давай других сканируй. Ремонтный инструмент. Все, поехали. Значит, это что у нас? Ремонт. Запускай, колымагу. Так он сам по себе работает. Смотри, все на место встает автоматически. Вторичная система капсулы работы. Запущена полная диагностика. Окружающая среда и вывода результатов на базу данных. Все, сейчас-то мы тут все отремонтируем. Все, он сейчас заработает здесь. Я думаю, как раз сейчас я начну получать какие-то данные о своей миссии. Че еще тут искрит у меня? Все работает. Радио включено. Передача. Рекомендуется пополнить запас калорий. Обязательно. Радио. Проиграть. Говорит Аврора. Сигнал бедствия получен. Спасательная команда будет отправлена к вашим координатам через... 9, 9, 9, 9, 9 часов. Производится сканирование частот в поисках экстренных передач от других капсул. И? И результата никакого нет. Ну, спасибо. Премного благодарен. Но, по крайней мере, теперь у нас есть спасательная капсула. Она, типа, работает. Хе-хе. И это хорошо. Солнечная энергоячейка у нас есть теперь. Прекрасно. Изгодователь аптечек. Работает. Ну все. Значит, радио оно ищет. Посмотрим, что у нас здесь какие-то... Вот, смотри, появились. Голосовой журнал. Это все понятно. Это что база данных у нас обновилась. Передовые. Теории. Инопланетные яйца. Данные свидетельствуют значительное число, если не все местные виды, размножаются посредством откладывания яиц. Яйца встречаются лежащими на дне моря, закопанными под детрит или даже вклиняными в разломы в камни. В качестве районов гнездования различные виды предпочитают различные биомы. Яйца, обнаруженные в дикой природе, находятся в своего рода естественном стазисе. По-видимому, ожидая идеальных условий для вылупления или жизненно важного фермента, который запустит процесс. Невозможно опознать принадлежность яйца к виду по его внешнему облику. Однако, можно стимулировать вылупление яйца и сопоместить его в подходящий большой аквариум. Так мы еще и рыбки здесь можем разводить. Ааа, круто. Ну что, поплыли опять в пещеру? Что, мне понравилось? У нас сканер есть, мы теперь можем что-то сканировать. Что сканировать? Так. Я ножик возьму на всякий случай. Ножик. Народилась сера здесь? Вот еще одно яйцо. Мне кажется, я проголдался. Ну-ка, нападай нафиг на него. Ксминога руби! Ха-ха-ха! Да, добренький, да, вообще такой? Вегетарианец. Ха-ха-ха! У-у-у-у! Сплываю, всплываю, всплываю. Но здесь по-другому не получится. Здесь придется их рубить. А что делать-то? Иначе я так и буду щемиться от циклопов. Они будут пользоваться моей немощностью и нападать. Можно пойти порубить, попробовать... Ой, смотри, зеленая какая-то хрень. Того крокодила! Щукой, да, вон он плавает, похоже. Я не думаю, правда, что я с ножичками сильно справлюсь, конечно, с ним. Но он серу охраняет. Или что это? Лицо существа. А, да. Что, нападаем? Соберите водоросли с помощью... Ух, я ну так могу, да? Так это как в этом? Как он? Бермуда. В Бермуде мы тоже можем... Давай, подходи, тварь! У-ху-ху! У-у-у-у! Я пытаюсь всплывать! На, руби его! Ха-ха! Что, труханул? Я его убил! Смотри, он крутится, брейкданс танцует. Всплывай! Всплывай! Фу-у-у! Я уже на секунду подумал, что все, конец. Так, поплыли за добычей. Где, тварь? Где, кто? О! Иди сюда! Я уже одного зарубил! Еще одного зарублю сейчас! Быстро! Ваплыви сюда, тварь! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Да, детка! Нравится? Будешь знать, как меня не давать собирать семена с твоих подорослей! А-а-а! Беги, поджав хвост! Так, где-то у нас труп должен плавать. А как мне надо было собрать вот эти штуки? Пузырь я пропустил. Водоросль. О, вот так вот! Нет, это кислород. Подожди, он сказал, соберите водоросли с помощью ножа. Вот я рублю. А-а, инвентарь полная. Что-то все-таки наполняется. Мне нужны кислородные баллоны. Я не могу так коротко плавать. Я, знаете, люблю с погружением. Короче, все плохо. Что я могу сказать? Все очень хреново. Поплыли на базу. Я хочу жрать очень сильно. Еды нету никакой. Все вообще стрёмно. Так что будем сейчас голодать. Ляжем в сон какой-нибудь. Анабиоз. Все, чтобы нас голод не тревожил. Во сне чувство голода не так сильно ощущается. Вроде как. Ну, а дальше уже продолжим мы дальше выживать. Лайфпод 5. Фу. Так. Что, поесть? Можем что-нибудь сделать? Продовольствие. Ничего у меня нету. Соленая еда. Ничего у меня, короче, нету. Мы сейчас что делаем? Сохраняем вот так вот. Пожалуйста, подождите. Все, подождал. Все. Вот здесь тормознем. Если вы хотите от меня больше серии по сабнотике, то пишите об этом в комментариях. Мы ее будем проходить. По крайней мере, сюжетку мы точно с вами пройдем. Я так полагаю, игра огромная. Очень много всего интересного. Надо осваиваться. Пишите ваши советы, рекомендации. Потом, по-моему, как это выживать. Может быть, есть какая-то стратегия, что нужно сделать в первую очередь, для того, чтобы по-быстренькому здесь развиться, освоиться и потом уже ходить и нагибать всех тварей морских. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если вы до сих пор еще этого не сделали. Также обязательно добавляйтесь ко мне в друзья в Твиттере, в Инстаграме, ВКонтакте, в Чате, в Телеграме, на живой канал, на мой Адикешева. Подписывайтесь, там выходит контент теперь регулярно, несколько раз в неделю, несколько видео выходит стабильно. Я пытаюсь работать над этим. Все, прощаюсь с вами. Спасибо большое, что смотрели. Вы увидите в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И пока давай. Чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шархан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду маугли, а ты подпишись.